Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Я верю, что мы получим откровение Духа Божьего в сердце, и оно поднимет нас на новый уровень в молитве. И прежде чем мы займемся учением, давайте помолимся. Отец, я так благодарна Тебе за всех, кто смотрит. Отец, я молюсь, чтобы все уши были способны слышать, и все глаза были открыты, чтобы каждое сердце было открыто и восприимчиво к откровению. Отец, мы уповаем, что Ты сделаешь язык мой, как трость скорописца, чтобы записать в сердцах людей истины Твоего Слова. И, Отец, мы ожидаем, что то, что мы услышим, усилит нашу молитвенную жизнь. Отец, мы хотим научиться быть более восприимчивыми, сотрудничая с Тобой в чудесном божественном деле молитвы. И мы так благодарны за эту привилегию. И я благодарю Тебя, Отец, за Твой свет. Во имя Иисуса. Аминь. Прежде чем я перейду к проповеди, я хочу посвятить какое-то время чтению. Я хотел бы прочитать вам некоторые выдержки из книги брата Эссика Уильяма Кеннина, которая называется «В его присутствии». Если у вас нет книг брата Кеннина, вам обязательно нужно ими обзавестись. После того, как папа Хэгген ушел домой к Господу, одному служителю хватило мудрости, и у него возникла идея, которая мне показалась просто великолепной. Он вошел в кабинет папы Хэггена в штаб-квартире его служения и сфотографировал его стол и все, что было вокруг. Он просто хотел увидеть, что окружало брата Хэггена перед его уходом на небеса. И он заметил, что на полке за столом, а также на самом столе брата Хэггена был целый ряд книг одного автора. И это были книги Кеннина. То есть папа Хэгген питался книгами брата Кеннина. Они подкрепляли его духовную жизнь. Задумайтесь, тому, кто уже так долго жил с Богом, как брат Хэгген, нужно было питаться от кого-то на совершенно другом уровне. И Кеннин определенно был таким человеком. Папа Хэгген говорил об Эссике Уильяме Кеннине, что он на сто лет опередил свое время в Откровении. В последние несколько недель я особенно питалась некоторыми его материалами. И сегодня я хочу уделить время, чтобы прочитать отдельные выдержки из его книги, прежде чем я буду проповедовать следующие пару вечеров. Я читаю с целью нас поджечь. Хорошо знать принципы молитвы, но когда мы читаем о месте молитвы в жизни верующего, мы поддерживаем в себе этот огонь. Поэтому я хотела почитать об этом из книги Кеннина. Он пишет, «Говорят, молитва – величайшая возможность, когда-либо предложенная человеку во Христе». Если это так, то понятно, почему на пути молитвенной жизни стоят враги. Скажем так, дьявол ненавидит вашу молитвенную жизнь, потому что он больше всего от нее страдает. Он делает все, что в его силах, чтобы увести вас, отвлечь вас от эффективной молитвенной жизни. Эссик Уильям Кеннин продолжает, Ясно, почему противник всерьез взялся за то, чтобы молитвенная жизнь отдельного человека и церкви была неэффективной. Сатана не был бы хорошим генералом, он не был бы стратегом, если бы он не атаковал и не уничтожал молитвенную жизнь. Кеннин говорит, что дьявол не станет поздравлять вас с продвижением вперед. Он сделает все, что в его силах, пользуясь любыми обстоятельствами, плотью, разными мыслями, чтобы отвлечь вас от эффективной молитвенной жизни. Кеннин продолжает, Церковь сильна лишь настолько, насколько сильна ее молитвенная жизнь. Мужчины и женщины, узнавшие секрет, как добраться до престола и быть услышанными Богом, становятся опасными для воинств тьмы. Молитвы Мартина Лютера родили реформацию. Его познание и опыт рождения свыше не произвели бы такого могущественного потрясения в Германии, если бы у этого человека не было молитвенной жизни. Когда Джон Нокс возвал «Дай мне Шотландию, или я умру», и когда Мартин Лютер сказал «Я не отпущу тебя, Боже, пока ты не дашь мне Германию», Бог услышал их. И сегодня Бог так же легко доступен, как и прежде. Это проблемы не образования, но знания своих прав и привилегий во Христе, и затем дерзновения, чтобы войти в тронный зал к Богу с нуждами этого мира. Дальше Кейнин переходит к жизни отдельного человека. Он говорит, у каждого из нас есть место в молитвенной жизни. У Бога нет бесполезных людей. Как в физическом теле нет бесполезных органов. Просто задумайтесь, в вашем собственном теле нет ничего, что вам не нужно. У каждого органа есть своя функция и свое место. И если какой-то орган не функционирует, тело будет неполноценным. И вот что говорит Кейнин. Как в физическом теле нет бесполезных органов, так и в духовном теле Христа. Бог спланировал тело Христа с божественной мудростью. И как только вы рождаетесь в это тело, у вас сразу есть свое место, чтобы функционировать. Если кто-то думает, что из-за недостатка подготовки или нехватки и чего-либо еще у него нет места, он обманут врагом. Я хотела бы поделиться личным свидетельством по поводу утверждения Кейнина, что дьявол хочет обмануть вас, чтобы вы думали, что ваше место в молитве, ваше место в теле Христа не настолько важно или нужно, как место кого-то другого. Когда мы с мужем поженились, я была прямо из деноминационной церкви. Я, естественно, не была научена тому, чему научилась за последние десятилетия. Мой муж был моей библейской школой, так что у меня происходило какое-то продвижение. Но я вам скажу, когда мы женились, я не знала ничего, я даже никогда не слышала о пяти дарах служения. К тому же мой муж был старше меня на 20 лет. То есть он уже почти 20 лет был в служении, к тому моменту, когда я вышла за него замуж. И вы можете себе представить, насколько отставшей я ощущала себя духовно. Меня прежде не учили слову, я никогда не слышала о пяти дарах служения. И разница в возрасте тоже оставляла меня позади в плане возможностей развития. И вот, я ощущала это сильное отставание. И из-за этого я подходила к своему браку и к своей духовной жизни, как та, кому нужна помощь, чтобы все наверстать. И у меня было ощущение, что мне нечего особо дать. Это ведь я во многом нуждаюсь. И помню, после пары лет в браке, мне однажды ночью приснился сон. В этом сне я увидела свою преждевременную смерть. Когда я проснулась, я знала, что это не был враг. Враг, конечно, может дать сон в попытке запугать. Но я знала, что этот сон был от Бога, что Он показывал мне что-то. Что если я продолжу жить так, как живу, враг сможет сократить мою жизнь. И когда я проснулась, Бог начал говорить со мной о том, в чем я заблуждалась. И вот одна из основных тем, которую Он поднял. Ты подходишь к служению и к своей духовной жизни так, словно тебе нужно торопиться и догонять. Но за всем этим ты пренебрегла тем вкладом, который ты можешь внести. Ты ищешь лишь того, в чем ты нуждаешься, а не того, что ты должна дать. И Он сказал, из-за этого ты не повинуешься Мне в молитвенной жизни. А для того, чтобы определенные вещи могли исполниться в служении твоего мужа, ему нужно, чтобы кто-то за него молился. И если ты не будешь этого делать, я найду кого-то, кто будет. Довольно отрезвляющая мысль. И я осознала, что я не то чтобы намеренно пыталась отказаться от своей роли, я просто думала, что из-за моей собственной духовной незрелости мне пока было не место на передовой, потому что мне самой так многого не доставало. И именно об этом тут говорит Кеннин. Если кто-то думает, что из-за недостатка подготовки или нехватки чего-либо еще у него нет места, он обманут врагом. Видите, враг использовал мой же недостаток духовных знаний, чтобы поставить подножку моей молитвенной жизни, чтобы я не предпринимала малые и большие шаги, которые должна была. Кеннин продолжает. С местом приходит ответственность, а с ответственностью приходит вознаграждение или взыскание. Если вы не займете свое место в семье Божьей, в теле Христа, в церкви, и не начнете функционировать, тело Христа ослабеет. Ваше дело – найти свое место и занять его. Пока вы этого не сделаете, вы будете за это расплачиваться. Я хочу, чтобы вы знали, брат мой, сестра моя, что цена за жизнь вне воли Божьей высока. Вы можете поплатиться за это болезнями, потерей денег или плохими отношениями со своими близкими, потому что вы не можете быть защищены, быть на Божьем попечении, пока вы находитесь вне воли Господа для вас. Займите свое место. Послушайте, что брат Кеннин утверждает. Чревато быть вне воли Божьей. Вы можете поплатиться за это болезнями, поплатиться финансово. Вы можете поплатиться за это отношениями с членами семьи, с близкими людьми. Много лет назад со мной произошла еще одна ситуация, лет, наверное, 30 назад. У меня были назойливые физические симптомы в теле, и однажды Дух Божий проговорил мне. Он сказал вот что. «Если ты уделишь время молитве, ты будешь исцелена». И я знала, что он говорил не о том, чтобы я уделила время молитве, о моей физической ситуации. Я знала, что он говорил мне уделить больше времени, чтобы быть с ним в молитве и молиться о других, молиться о теле Христа, молиться о разных нуждах. И когда он мне это сказал, я была в замешательстве, потому что я подумала, то есть, ты, по сути, говоришь мне, что если я буду молиться, я исцелюсь. Вы должны понять, я была духовным младенцем, я не понимала определенные вещи, но позже меня осенило. Я осознала, что Бог уже прежде говорил со мной о том, чтобы я проводила время в молитве, и поскольку я не проводила столько времени в молитве, сколько он мне говорил, я этим пренебрегала и выходила из воли Божьей. А так как я была в неволе Божьей, дьявол мог атаковать мое тело. Я хочу, чтобы вы увидели, что именно об этом говорит Кеннин. Если мы находимся в неволе Божьей в нашей молитвенной жизни, это открытая дверь для врага, чтобы атаковать нас в других сферах. И когда Бог сказал мне, «Если ты уделишь время молитве, ты будешь исцелена», он не говорил, что акт молитвы исцелит меня, но что мое послушание воле Божьей о молитве принесет исцеление, оно закроет дверь для дьявола и дверь для болезней. Как я уже сказала, дело не в акте молитвы. Мы не зарабатываем исцеление своими молитвами, но есть послушание, в котором мы должны ходить в своей молитвенной жизни. О чем Бог говорит нам молиться? Молимся ли мы за свою поместную церковь? Молимся ли мы за своего пастора? Молимся ли мы за тело Христа? Если мы этого не делаем, непослушание в молитве становится открытой дверью для врага. И он может атаковать ваши финансы, вашу семью, ваше тело. Он может вызывать самые разные трудности просто по причине непослушания. Если же мы молимся, мы не зарабатываем что-то молитвой, а начинаем входить в послушание. А послушание воле Божьей всегда безопасное место. Это место исцеления, это место, где вы получаете от Бога. Итак, у людей могут быть физические проблемы, могут быть проблемы в браке, могут быть финансовые проблемы, проблемы с детьми. И что люди делают? Берут слово и берут власть над дьяволом. И это правильно. Но нам нужно исследовать себя. Заняли ли мы свое место в теле Христа в молитве? Заняли ли мы свое место в молитве за свою поместную церковь? Заняли ли мы свое место в молитве за нашу нацию? В молитве за что-то еще? Потому что воля Божья, чтобы каждый верующий развивался в своей молитвенной жизни. И те, кто не развивается в своей молитвенной жизни, находятся в непослушании. И, конечно, дьявол может их атаковать. Продолжим читать Кенниена. Посвятите себя размышлениям, молитве и изучению слова. Не позвольте ничему помешать вам найти свое место. Жизнь не имеет особого смысла вне воли Божьей. Главное в жизни быть волей Божьей. Есть только два способа познакомиться с Богом. Через слово и через молитву. Не уделяя время молитве, вы многое теряете. Вы не можете сказать, что не призваны к молитвенной жизни. Призваны. Если вы видите нужду, это и есть призыв к молитве. Вы не можете оправдаться тем, что у вас слишком много работы. Можно молиться во время работы. Вы не можете воспользоваться отговоркой, что вы не умеете молиться. Вы можете научиться, если захотите. Не повиноваться призыву к молитве, значит, не повиноваться призыву своего отца. Да, ответственность молиться сегодня важнее всего в нашей жизни. Задумайтесь о том, что он утверждает. Ответственность молиться важнее всего в нашей жизни. Папа Хеггин говорил, «Самое важное, чему вы можете научиться, это молиться. Потому что, если вы умеете молиться, нет ничего, что вы не могли бы получить от Бога». Задумайтесь об этом. Если вы умеете молиться, нет ничего, что вы не могли бы получить. Но также вы можете помочь другим, которым необходимо этому научиться. Кеннин продолжает. Вы когда-нибудь задумывались о том, что есть мужчины и женщины, которые терпят поражение, которые разбиты в бизнесе, семье и духовной жизни, потому что мы не молились за них. Мы заняты своими удовольствиями и мечтами. А мужчины и женщины, сгибаясь под бременем, которое мы должны были помочь им нести, терпят крах. Не пробудитесь лишь на мгновение, но пусть молитва станет для вас как еда, как ваш бизнес или ваш дом. Если вы мать или жена, и вы домохозяйка, вы каждый день выполняете определенные обязанности ради своей семьи. Но величайшая обязанность по отношению к семье, которую вы когда-либо можете исполнить, это обязанность молиться. Молитва должна быть такой же естественной, как дыхание, и доставлять такое же удовольствие, как еда. Мы рады, что мы дышим, и нам определенно нравится есть. И Кенин говорит, что молитва должна быть так же, а то и более важна для нас. Молитва должна быть такой же естественной, как наше общение друг с другом. Она должна не просто быть вызвана нуждой, но основываться на духовном общении с отцом и учителем. Он говорит, что мы должны быть достаточно заинтересованы в общении с нашим отцом, чтобы не только нужды заставляли нас говорить с ним, но любовь к нему и желание общаться с ним побуждали нас проводить с ним время. И Кенин говорит, что наши нужды не наши. В общении с Богом наши нужды становятся его нуждами, потому что мы не свои. Мы одно с ним. Наше тело не наше. Собственность, которой мы управляем, не наша. Наши способности не наши. Это все его, потому что мы принадлежим ему. Итак, мы трудимся с ним. И то, что мы считали личными нуждами, он на самом деле сделал своими нуждами. Работа, которую мы выполняем, это его работа. Так что и молитва, не то, что мы думали, а общение, обмен, общие интересы у нас с небесами. Мы едины в этом. Так же, как лоза и ветвь едины. Ветвь не может принести плода сама, а лоза не может принести плода без ветви. Так что молитва – это просто разговор с ним, получение Божьих взглядов, его воли, его планов и осуществление этих планов его благодатью, способностями и мудростью. И Кенниен далее говорит нечто очень важное. Привычки – плод нашего выбора. Мы сами формируем себя. Привычка молиться – плод нашей воли. Обратите внимание, молитвенные привычки людей отражают то, насколько они проявляют волю к развитию молитвенной жизни. Некоторым людям трудно выработать привычку молиться. Молитва никогда не должна стать долгом. Ведь точно так же, как нам не нравится, если кто-то посещает нас из чувства долга, так и отцу. Мы хотим, чтобы те, кто нас любит, приходили к нам, потому что не могут без этого, хотят быть с нами. Молитва – это приход к Отцу. Нам следует относиться к ней, как к уникальной возможности. Имена, которые на слуху в Божьем Вестминстерском аббатстве церкви – это имена тех, кто молится. Мужчины – женщины, которые взошли на вершины полезности в борьбе с обстоятельствами через молитву. Иисус был человеком молитвы. Он учил молитвы не как рабскому долгу, а как славной привилегии. Чем больше я изучаю жизнь Иисуса, тем больше убеждаюсь в том, что Он не использовал божественную силу сверх того, чем сегодня обладает каждый ребенок Божий. Кеннин говорит, что Иисус проводил свою жизнь на земле и свою молитвенную жизнь не на основании того, что Он – Сын Божий, который благодаря этому мог делать то, на что мы не способны. Он был ограничен той же плотью, ограничен тем же, чем ограничены мы, но Он просто черпал божественную способность. Итак, Кеннин говорит, что точно так же, как Иисус черпал божественную способность, у нас есть право ее черпать. Разница лишь в том, что Иисус знал, что Ему принадлежит, и Иисус использовал свои права. Мы же не знаем, как следует того, что нам принадлежит, и не зная этого, мы не можем использовать свои права. Когда Иисус изгонял бесов, когда Он исцелял больных, когда Он творил чудеса, Он использовал ту власть, которая теперь передана Церкви. Итак, Кеннин говорит, что смотря на молитвенную жизнь Иисуса и Его служение, мы можем сказать, то же самое доступно нам. Весь вопрос в знании своих прав. Я хочу вам прочитать кое-что, что Бог сказал Папе Сеймуру. Папа Сеймур стоял за штурвалом пробуждения на Азуза-стрит в начале 20 века. Бог сказал Папе Сеймуру, молись больше. Есть что-то лучшее в духовной жизни, но это нужно искать при помощи веры и молитвы. Заметьте, это нужно искать. Дух Божий сказал мне около 15 лет назад, «Есть откровения, которые принадлежат этой эпохе, но тебе придется трудиться в молитве, чтобы принять их». Прислушайтесь к этим словам. Он не сказал тебе придется трудиться в молитве, чтобы заслужить их. Он сказал тебе придется трудиться в молитве, чтобы принять их. Что Он имеет в виду? Чем больше мы молимся, тем больше мы приходим в то положение, в котором мы способны услышать то, что Он нам говорит, мы способны увидеть то, что Он пытается нам показать. И об этом Бог говорил папе Саймуру. Он сказал, есть что-то лучшее в духовной жизни, но это нужно искать при помощи веры и молитвы. Итак, чтобы мы смогли исполнить то, что Бог уготовил для этой эпохи, как тело Христа, не только пасторам или служителям, но телу Христа нужно молиться, чтобы откровения, которые принадлежат этой эпохе, пришли. Задумайтесь об этом. Во время пробуждения на Азуза-стрит, откровение, которое Бог акцентировал, было исполнение Святым Духом. И благодаря тому, что люди молились и вошли в это откровение, мир изменился. Весь мир услышал это послание. Это послание достигло каждой нации. И все потому, что люди молились и узнавали, на что Бог ставит акцент в их время. Точно так же и в наше время. Бог хочет акцентировать определенные вещи, и нам нужно сделать все, чтобы принять откровение о том, что Он хочет выделить в эту эпоху. Мы живем в последнее время, и нам нужны откровения, чтобы мы могли войти с Богом в то, что уготовано для этой эпохи. Потому что Иисус вернется, и то, что мы будем делать в последнее время, сыграет определенную роль в Его возвращении. Доктор Лестер Саммерл в своей книге написал, «Молитва – это на самом деле зал заседаний, где издаются божественные указы. В молитве верующий получает решение своих проблем. В молитве он получает наполнение божественной энергией. Каждый выдающийся человек Божий в истории был человеком молитвы. «Невозможно обладать великой властью без постоянного возвращения к Учителю за наставлениями от Него». Послушайте, невозможно обладать великой властью без постоянного возвращения к Учителю за наставлениями от Него. Да, власть нам принадлежит. Да, владычество принадлежит нам. Но именно в Его присутствии и в молитве мы становимся умелыми. Конечно, нам нужно знать Слово, чтобы стать умелыми. Но я вам скажу, именно в общении мы приобретаем эти навыки. Помните, что Иисус сказал о Своем земном служении? Он сказал, «Я говорю только то, что услышал от Отца». Когда Он это слышал? Во время общения с Ним. Он сказал, «Я делаю только то, что вижу Отца творящим». Когда Он это видел? Во время молитвы, во время личного общения с Отцом. И именно на это указывает доктор Саммерл. Нам принадлежит владычество, власть, но мы не сумеем правильно и полноценно ее применить, не слыша Отца и не видя, что Он нам показывает. А это приходит через постоянное проведение времени с Отцом в молитве. Далее доктор Саммерл говорит, «Молитва открывает безграничные возможности. Постоянное общение с нашим командиром гарантирует победу». Этот человек ходил с Богом, и у него была такая неподдельная вера. Он настолько сильно помог телу Христа. Он повлиял на этот мир. И он говорит, «Нам нужно проводить время с нашим командиром, чтобы получать Его приказы». Я хотела этим чтением поджечь вас. Я хотела, чтобы вы осознали, что молитва — это не просто что-то, к чему мы прибегаем в чрезвычайных ситуациях. Молитва — это привилегия, подаренная каждому Дитю Божьему. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дитфрейна.